Убрать могилку в преддверии Пасхи – святое дело. Несколько студентов медико-гуманитарного колледжа ухаживают за могилами ветеранов МВД. Вместе с сотрудниками полиции убирают листву, очищают дорожки. Сейчас даже в будние дни на кладбище Фомкинсад много народа. Но многим становится больно, увидев сваленный мусор на могиле близкого человека. Сегодня ежедневная одна проблема – это частые жалобы, что большие кучи в толще кладбища. То есть непорядочные люди убирают свои могилки и складывают на соседние могилки заброшенные эти кучи. По совести мешок с мусором нужно не оставлять у ограды, а вынести на большую дорогу. Здесь уже сотрудники благоустройства вывозят их самосвалами. Без культуре нас не удивишь. Даже на кладбище мусорят пивными стаканами. Предстоит обрезка деревьев, исчебенение дорог и так на каждом кладбище города. Когда народ схлынет, начнется покос сорной травы. О проблемах заявили на Думском комитете по инфраструктуре и ЖКХ. Имам соборной мечети попросил улучшить работу смотрителей на мусульманских погостах. Также необходимы дополнительные баки для мусора и для полива цветов. Одно из ритуальных агентств уличили в попытке самовольной копки могил без оформления документов. Массово наводить порядок решили на совместных субботниках. Как бы такой призыв, я смотрю, что очень многие проявляют сознательность. Если как-то объединить усилия в этом плане расчистки, все к этому готовы. Если для расчистки от порослей нужна техника, ее можно найти. Но для новых захоронений на старых кладбищах свободных мест почти не осталось. К Фомкину саду прирастили большой участок соседнего поля. А в будущем хоронить горожан будут на окраине Сызрани в сторону Саратовского шоссе. Проблема захоронений в Сызрани стоит очень остро. На протяжении многих лет власти города подыскивают земельные участки для создания нового кладбища. И вот в апреле должны выбрать подрядную организацию, которая поручит создать новый погост, на этот раз в южном районе города. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.